В Военно-морском музее Северного флота впервые состояла всероссийская акция «Ночь искусств». Организаторы, по их словам, не ожидали такого числа посетителей и их тёплого отклика от увиденного. Подробности в нашем материале. Я уверена, что после таких мероприятий Военно-морской музей Северного флота станет центром притяжения для всех мурманчан и гостей города. «Ночь искусств» объявляется открытой. Военно-морской музей Северного флота держится особняком от других учреждений, хранящих историю для потомков. Многие даже так сразу и не скажут, где он находится. Здание спрятано от любопытных взглядов на окраине Мурманска. Я решила, что мы проведём такое первое мероприятие, потому что за 77-летнюю историю музея ни разу таких акций не проводилось. Оповещать мы людей начали месяц назад. Официальную группу ВКонтакте мы создали две недели назад и стали ещё больше оповещать, повесили баннер на фасад. Коллективы мы договаривались с ними, ещё в августе начали договариваться, чтобы они к нам пришли, у нас выступили. То есть основная работа по формированию программы, она была начиная с августа, а посетителей мы начали приглашать где-то месяц назад, наверное. Ну и народу пришло очень много, прям неожиданно. Мы очень рады, что в Росте теперь есть такая возможность посещать такие мероприятия. И мероприятие, кажется, удалось. То есть помимо военного оркестра в событии приняли участие 9 коллективов с вокальными и музыкальными номерами. Уделили организаторы внимание истории не только становления и развития Северного флота, но и более ранних периодов. Всего Ночь искусств в Военно-морском музее Северного флота посетило более полутора тысяч человек. Когда-то много лет назад в этом здании, в комнате воинской славы, меня принимали в почетный пионер. И я много лет здесь не была, хотя живу здесь. И сейчас вот только зашла с ребенком, он был здесь уже до этого, на экскурсии. Я очень удивлена, поражена, как это все сделано. Меня просто очень трогает за душу. Я под впечатлениями сейчас. Под впечатлением остались и те, кто примкнул к экскурсионным группам, и те, кто знакомились с экспонатами сами. Например, в музее хранятся некоторые предметы с трагически погибшей подводкой Курск. Часы из пятого отсека, металлическая табличка с тактическим номером и флаг командира дивизии. Но вещи впечатляют взрослых, дети в восторге от других инсталляций. Мне понравилась та комната, где просто бомба из потолка торчит, например, вот кусок от фашистского самолета. Я реально впечатлен. Напомним, акцию приурочили ко Дню народного единства, поэтому на праздники выступили в том числе коллективы разных национальных культурных автономий, представленных в регионе.